Планета Дзюдо Президент Федерации Дзюдо Тэкэндо Мы находимся в Додзюо Братовщина Хозяин, вы знаете, этого Додзюо Владислав Макаров И, Евгений, вот сегодня ты в утреннюю часть провел семинар В клубе «Единоборс Содружества» для тренеров этого клуба Много интересного говорил, много интересного показывал Мы сняли небольшой будет видеосюжет с этого Но моя беседа с тобой сегодня затронет один вопрос Точнее три вопроса И я хочу по возможности от тебя получить три максимально развернутых ответа Философы говорят так, чтобы внутренняя мотивация была самым большим образом выявлена А внутренняя, они говорят, это самая сильная вообще мотивация Мы можем внешне мотивировать, но говорят, что это зачастую не срабатывает А вот когда внутренняя идет мотивация, это самый большой позыв И мы с тобой обсуждали, допустим, как ты пришел в боевое искусство Как раз таки у тебя была внутренняя мотивация по какой-то причине Вот Мы не будем говорить причины, у всех они разные И тебе было тоже не пять лет, не шесть лет Вот ты был достаточно зрелый уже такой человек Итак, философы говорят, чтобы развить внутреннюю мотивацию Надо ответить на три вопроса Почему? Зачем? Для чего? Почему? Зачем? И для чего? Я хочу у тебя спросить Первое, почему? Почему ты пришел в боевое искусство? Почему ты стал тренером? Зачем ты пришел в боевое искусство? И зачем ты стал тренером? И для чего ты пришел в боевое искусство? И для чего ты стал тренером? Первое, значит, вопрос, на который принципиально невозможно ответить Потому что он зацикливает мышление по кругу Это тоже говорит философ Из-за чего? Не скрывать ничего Попинали на улице ботинок в лицо И когда без анестезии зашивает лицо В жизни все меняется Первым позабыл отомстить Через три года он истек И понял, что за этим все Есть что-то более глубокое и интересное Настолько, что этому стоит посвятить жизнь Стихотворение Я иду дорогой своей, дорогой к самому себе И победа будет Печатью моего довершения Это девиз на кандо Вот так Из-за этого пришел Пришел, чтобы отомстить, это раз А потом стало интересно Почему вот из-за этого Почему стал тренером Потому что это мое призвание Потому что я для этого заточен Это я умею Хочу, знаю, понимаю Ну, это мое предназначение Я так считаю Вот, почему Хорошо Зачем Тогда боевое искусство тебе И зачем Тебе эта тренерская деятельность Почему ты вроде бы разобрались Зачем мне Понятно почему Сначала было так А затем Это средство познания мира Это раз То есть Принципы познания мира Везде в разных областях Одинаковые Этот способ познания мира И самосовершенствование И совершенствование мира Через себя Он мне понятен и близок Ну, то есть Свой путь У каждого свой путь Воздействие на мир Я, значит, как Я как учитель Я не как тренер Это две разные принципа Да, Евгений разделяет Очень жестко разделяет Тренер Я считаю, что тренер Это всего лишь Одна десятая учителя Когда тренер Перерастает Себя Он становится учителем Как на Востоке Всегда повторяю Всегда были Школы и дворы Дворы Это где готовили чемпионы Ну, как в нашей секции А школа Это где готовили мастеров При этом мастер Он должен был При этом был практиком И реально выйти В нужной ситуации На ринг Или где-то Иначе он какой мастер То есть Одно второго не мешало Одно второго Обогащало Потому что Не умея Не пройдя Первый этап Этап Ну, как бы так Ринга Знания Они Ну, скажем так Неполноценны И не закончены Никогда не будут Никогда не закончены Потому что И называется Единоборство Просто Когда ты выходишь Из спорта Начинает раздаться Искусство Не зря же Миллионы лет Называется Боевыми искусствами Человек Перерастает в спорт И он становится Мастером То есть Занимается искусством Так Вроде бы Разобрались Зачем Теперь Давай Для чего Для чего Боевое искусство Тебе Как Как Так называемым Практикующему Боевое искусство И для чего Боевое искусство Тебе Как Учителю Так Значит Для чего Мне нужно Это Средство Самосовершенствования Ну Как вот Философы говорят И психологи Которые занимаются Близко К единоборствам Говорят Все Восточные Практики Они предназначены Для того Чтобы Разбудить Своё подсознание Собственно Я И вот есть Сознание Подсознание Где-то Не знаю где В общем Пример Переводили Если Собственно Я Воспринимаю Единицу Предположим Так Абстрактно 600 Тысяч Бит Информации В секунду То Подсознание Там 600 Миллионов Но Собственно Я Вот это Все Собственно Разговоры В себе То Что у нас Лично Оно Забивает Это Все Шумом Вот этим Я И мы Не видим Мир Мир Отдельно Существует А мы Отдельно Существуем И задача Восточных Практик Единоборства Как одни Из Воздушных Практик Валяется Слияние С миром Восприятие В буквальном смысле Слияние С ним Научиться Видеть Слышать И будет Соответственно Жить Вот для этого Диноборства Это Как практикующими Тебе Именно Самостоятельно Практикуешь Когда ты Сам А как Учитель Для чего Я этому И учу Я и постоянно Учусь И учусь Как конфуция Говорила Меня уважает Не потому Что я Такой умный Потому что Я постоянно Учусь Я учусь У детей Постоянно Конечно Конспектирую Ручками С вами Ваше Видео Смотрю Общаюсь Видео Смотрю Но я смотрю Честно говоря Не приемчики Приемы Это Как детальки Маленькие А именно Поднять Системный И целостный Взгляд Я учу детей Я никогда не говорю Бей там Нет Я кричу Конечно Когда им нужно Давай попади Не попал Это все Но это всего лишь Как средство Стимулировать А кто постарше Я же говорю Чувствуйте Думайте Я не хочу Чтобы выиграли Я хочу Чтобы вы Обыграли Самый большой кайф Обыграть противника Силы большого С минимальной потерей А если ты обыгрываешь Все по-другому Если Человеку Ставишь У тебя Грубо говоря Психология Проблема Мозг идет по циклу По кругу Почему А если у тебя ситуация В игровой форме Мозг Искрепощается И у него Вориативность Вориативность В разы В разы Увеличивается Если детей Учить Воспринимать Игра же Когда человек Раскрепощается До конца Когда он играет Для меня Одиноборство Спарринг Это не просто Как спарринг Это Ну как Жесткая Мужская Настоящая игра Настоящая Настоящая Воин Кто смотрит Вперед В глаза Опасности В глаза Я этому Учу Чтобы Все живут Одну жизнь Ну громкая 70 лет Кто-то живет Такой серьезный А кто-то живет Весело Интересно На твой взгляд Боевые искусства Ну они По ходу своего Развития В принципе Претерпевали Ряд изменений Одно из так называемых Последних Ну таких Изменений Которые были Несены Это там Известным педагогом Просветителем Там Канг Дзюдо Который создал школу Кадакан Дзюдо Он там Реформировал Боевые искусства И так далее Я имею в виду Восток Понятно что есть Боевые искусства И на других территориях Они всегда были В той или иной степени По разному назывались Но мы говорим сейчас О тех Которые пришли С Востока Сегодня вообще Сама идея Боевых искусств Их практики С точки зрения Как Прикладного значения Самообороны Как оздоровительного Значения И как Спортивно-соревновательной Деятельности Они не Не затухают Вообще Потому что Ну Сейчас Почему я так Сырвал вопрос Потому что С точки зрения Прикладного Да Ну уже есть Куча средств Дополнительных Которые Ну в принципе Если раньше были Мечи Или просто не было Мечей руками Это одно Сегодня есть Пистолеты Автоматы Бомбы То в принципе Ну как бы И дроны Там не знаю Роботы уже Выходят И так далее Ну не Вот Что касается Здоровесберегающих Да Вещей Как бы Для здоровья Ну есть Так сказать Называется Ну медицина Далеко шагнула вперед Уже можно Так сказать Я думаю Еще лет Дцать И уже Можно будет Так сказать Собирать человека Полностью Нового Да Всякие эти Искусственные Красители Заменители И так далее То есть И Спортивно-соревнователь То есть Есть уже Там Компьютерные игры Зрелища Через компьютер Моделируя Роботы могут То есть Как бы Для человека Актуально ли Остается Это все Ну Как мне нравится Вот Один Военный Обозреватель Я буду называть Фамилию Какие бы дроны Не были Самое главное На поле воина Солдат Солдат Это раз И Оружие Имеет такое свойство Он отказывает Рано или поздно Вот даже Как Обозреватели Говорят Спецназ Раньше Время Великой Отечественной Войны Простой пример В Германии Они же Как тоже Концепция Как это подошли И сказали Зачем нам Рукопашный бой У нас есть Автоматы Гранатами Закидали А пистолет И все Зачем 80% Рукопашных Схваток На войне Инициировалось Русскими Солдатами Которые Преподавали И были Выиграны В процентном Соотношении То есть Бывает Ситуация Ты говоришь Опять Это было 70-80 лет Назад Сейчас Сейчас То же самое Я хочу Продолжить И сейчас То же самое Как жизнь Повернется Кто знает И спецпактика Подготовки Спецназа Показывает Как будто Стрелок Бо не был Да Может быть Они эффективны Но бывают Ситуации Когда ты Реже бывает Но все равно Бывает Когда ты Не успеешь Вытащить Пистолет И пистолет И оружие Даже Даже ты Успеваешь В жизни Всякое Бывает Он Его Заклинило Чего-то Сделалось Но с другой Стороны Это как Система Подготовки Еще Спецназов Идет Психологически Идет Вот Как краповый Билет У меня Товарищ Одноклассник Он краповый Билет Четыре Зуба Выбиты При сдаче Экзамена Передних Ну да Он ругал Говорит Ну это Психологически Подготовка Далее Скорее Свойства Основной цели Психологической Подготовки Тут То же самое И никогда Не будет Через Рукопашный Бой Все равно Тренируется Реакция Тела Мозги И все Остальное И Оба Даже Современных Спецназов Показывают Что Пусть Это Меньше Протнимается Ну как Средство Подготовки Но Лучшего Ничего Нет Хорошо С точки Зрения Здоровья Сберегающих Технологий Да С точки Улучшения Здоровья И так далее Что ты скажешь Насколько актуальна Практика Ну а как без этого Во-первых Не забывать надо Физкультуру И спорт Школа И двор Спорт Целестного Спорта Добиться Результата Спортивной Любой Собой Для них Здоровье Человека Ребенка Это всего лишь Сопутствующий Необходимый Компонент Чем он здоровее Будет Значит Чем больше Результата Добиться Но Остальное Скажем так Один из Ну не будем Называть В каком-то виде Спорта Один из главных Тренеров Сборной России Сказал Говорит Если у меня Будут инвалидов Половина группы Остальные Будут Олимпийские Чемпионы Я считаю Что это Нормально Цена Но Если ты Подходишь К этому Как именно Развитие Двигательной Культуры А соревновательная Деятельность Как я подхожу Это средство Воспитание Средство Но не цель Но обязательно Необходимое Средство То здоровье Является Необходимым Как бы частью Сопутствующей Частью Потому что Правильный подход Развитие Двигательной Культуры Автоматически Тащит Все за собой Осанка Постановка Тела Развитие Суставов Значит Это Если правильно Все подходит Нагрузки Компинируются Сердце Развивает Сухожилия Психика Здоровая По сравнению Спортсменов Психика Она совершенно Здоровее То есть Если ты Правильно Разведчик Если Приходи Если ты Правильно Развил тело У воспитанника То есть Сейчас Перебью тебя Ты запомни Развил тело У воспитанника Владислав Макаров Крадется К нам Все Закономерно Если тело Здоровое Правильно Развитое Соответственно Здоровое Тело Заставляет Правильно Мозги делать Пример Стандарт Когда болит Зуб О чем мы Думаем О зубе Нет Чтобы не болел Ну Чтобы не болел Да вот О зубе Мы не думаем Чтобы не болел Соответственно Думаем Боли идет А если тело здорово Хорошо развито Мозги автоматически Какие должны быть Мысли Здорово идет Здорово идет Да И Как бы здоровые мысли Формируют правильное тело Наоборот То есть Ты хочешь сказать Что Так Хорошо Формируя Правильное тело Я формирую Правильное течение Мыслей у детей Хорошо Своих воспитанников Ну и не только у детей Да У всех воспитанников Хорошо Мы говорили о спортивно-соревновательной деятельности То есть Не утратили ли боевое искусство Вот единоборство Свою Актуальность Сегодня Когда Ну с каждым днем Все больше и больше Нарастает Вот именно Тенденции Как это называется Технические Средства Могут уже дроны Друг с другом бороться Не знаю Роботы Компьютерные игры То есть В принципе Нет смысла Особого Друг с другом Я считаю Что Она никогда не была Почему Потому что Человек Инстинктим Это Это животное Как у меня Девушка Девчонка Воспитывалась У нее Папа Был ведущий Травматолог Очень высочайшего уровня На России В общем Сказал Человек Это животное Четырехмогое животное Каким-то причинам Встало на две ноги Непонятно Но внутри Все равно Как бы мы Не стремились Быть Девчонки У нас все равно Остались Останутся И будут Какие-то инстинкты Простой пример Ну и Как бы В науке жизни При социализме Написали статью Когда отбирали Лися По принципу Доброты По-моему На третьем поколении Лисята стали рождаться А папа Менялся Лисята стали рождаться Слепыми И закручившись В хвосты То есть Критерии Доброты Я не говорю Что надо быть злыми Это не тот критерий По которому Отбирается То есть У нас все равно Останется Чего-то такое Первобытное Оно было И будет Если А восточное Недоборство Является При правильно Используем Классным Средством Направление Этой дурной Энергии В нужное Русство Они выплеснули Свою молодежь Что-ли Взрослые приходят Они уже Не надо взрослым Это все Мы правильно Направили их Сформировали Правильного человека И он дальше Нормально Живет человек Если что-то Возникает Направил Правильного Русства Выплесну Энергию Все А иначе Он выплеснет ее На улице Где-нибудь Все равно Копит И куда-то От этого Не деться Все знают Все с этим Сталкиваются Я так рад Что приехал Я очень рад Это чудо Какое-то С той стороны Экрана Теперь с этой С той стороны Экрана Тебе подарок Вилан Стали оставить Тебе Спасибо Уже греет Уже греет душу А что Цель-то Как бы Это все Нормально Средство Стоит гармоничного Человека Получается Что боевые Искусства Единоборства В частности Мы рассматриваем Восточное Направление Азиатские Это Значит Они Не утратили Своей актуальности И как С точки зрения Хорошего средства Прикладного Значения Оздоровительного Значения И Спортивно-соединительной Деятельности Они Как бы Еще А кто Еще Пока Или Будут Актуально Всегда Потому что Всегда Бывает Этап Затухания Всегда Есть Сейчас Этап Прикладных Грязных Вещей По телевизору Видим Вот это Все Прикладных Грязных Вещей Ты имеешь Ввиду Когда А Вот И Сразу Вопрос К тебе Ты говоришь Прикладные Грязные И так Далее Понятно Что Когда Человеку 18 лет 20 25 Это Его Дело Где Он хочет Прикладывать Свои Умения А Зачастую Мы видим Что Ребенок 7 8 10 Лет И Он Активно Принимает Участие В таких Ну Достаточно Жестких Мероприятиях Как Спортивно Соревновательной Деятельности Так И Тренировочного Процесса И так Далее Что Ты скажешь По поводу Ранней Раннего Ведения В специализацию То есть Я это Так Называю Знаешь Как это Преждевременных Родов Ну Я считаю Что Спорт Как сказать Дурная энергия Чтобы это Как практика Это Должны быть Маленькие Ограниченные Как целевые Должны быть Для Отработки Каких-то Навыков Но Не как будто Результат Кто победил Это все Да У них Соревновательные Деятельности Есть Но Я воспринимаю Соревнования Как средство Научить Чему-то Как средство Научить Чему-то Это А не так Кто Сильнее Себя Ну Хорошо Ну Когда Ты Вот и говорил Что там Есть Ну Как бы Через Игру Игра Это Ну Получение Радости Жизни И так Все это Как бы Через Игру Вот Мы возьмем Детей Сегодня Тенденция Такая Есть И не только В Российской Федерации Вообще По всему миру Тенденция Ранней Специализации То есть Практически Там уже Вот буквально Недавно Я разговаривал С одним Тренером Он рассказывает Про соревнования Говорит А вот туда-сюда Все Что-то травмировалось Там Мама вся такая Недовольная Вся такая И так далее И Через 5-10 минут Разговора Ну Я думаю Ну там парень А мы Втроем сидим Еще один Тренер Говорит Ну так У тебя Ребята Подготовленные Уже Такие Давно Тренируются Он говорит Да не Какой Ему Семь лет А тренер По армейскому Рукопашному Бою То есть Семилетний Мальчик Семилетний Мальчик А я А что такое Армейский Рукопашный Бой Мы понимаем Это перчатки Это каска Это защиты Этот мальчик На нем Оборудование Это больше Весит Чем он сам Как бы Вот Может тренироваться Оделся Разделся Уже устал Уже устал Да И то есть Получается Как Ввели раны В специализацию Ребенок вышел Он ничего не понял Получил травму Останется ли он В этом избранном виде В виде набор Надолго ли Вообще Что осталось С его здоровьем Когда вводить В специализацию С тобой все понятно Евгений Ты пришел Уже Во первых У тебя была Максимальная мотивация И тебе было Семнадцать лет Тебе не семь лет было Конечно Семь лет Ты думал о другом Это роман Провокационные вопросы Душа болит у него Что Этапы развития Человека Скажем так То есть Ребенок Должен ползать Потом Должен на четырех А он Нельзя Шлемы Нельзя Только зачали Надо сразу родить Нечего Там девять месяцев Ждать Носить Вопрос я понял Отвечаю У меня соревнования Организация Про войс Но почему Я всегда говорю Ну я всегда говорю Результат должен даваться Шестнадцать Восемнадцать Семнадцать лет То есть когда Психически Все остальные соревнования Не являются Лишь средством Он говорю Вышли родители Вы что Кричите Выиграл Преодоление Он уже вышел Он уже молодец Преодолеть страх Идти добиваться Своей цели Не надо Зарубаться Вот эти все Не надо Целить Ставить Победу Ради победы Он просто Я говорю Вы идете На контрольную работу Проверить На что Мы должны Обратить внимание Я говорю Это контрольная работа Это не это Контрольная Смотри Здесь мы не доработали Смотри Я тебе говорил Да А потому что дети Знаешь Они живут в виртуальном мире Вообще Люди все живут В виртуальном мире Они себе поставили Картинку такую А жизнь Такого Бам И ты раз И ты приземлился Я говорю Вот они на ринг вышли Бам-бам Пусть он проиграл У молодец Я говорю Посмотрите Вот видите Вот Я говорю Я не смогу защитить Вашего ребенка Я могу Хочу Попробовать Уменьшить шанс Попасть его В эту критичную ситуацию В мою ситуацию Я смотрю И У меня такое Мнение Что У тебя Какая-то есть мысль Что Мир агрессивен Нет Я не согласен Знаешь Что Мир не добрый Не агрессивный Он мир какой есть Я Не люблю драться Я не учу драться Я страх Не люблю драться Я уйду Лучше У меня драка Это вот так Но бывают ситуации Когда люди понимают Только язык силы Вот к сожалению Так И Они Не воспринимают Это даже психология Но язык силы Ты имеешь в виду Прикладной силы Да И Нет Не то что Ты имеешь в виду Теорему Пифагора Сказал Он становится Хорошим Когда он чувствует силу Это не значит Ты дерешься Такую силу Когда ребенок Прошел Как бы ринг Уважив Уважив Опыт Почему вы можете Рассуждать Про акидо Про дзюдо Про доброту Потому что У вас стержень Человек идет Когда он Он излучает Энергию Уверенности От бедра идет А я даже Бедра тут Позавчера Ну так Удачно Улыбался Вот я говорю Он понимаешь Он прошел Через это Во-первых Я Энергию дурную Забросил Дети В нужном рисе Либо они пойдут На улице Откуда у него Дурная энергия Да не все равно Пусть он Баскетболом Занимается Нет Откуда Вдруг Дурная энергия Дурная энергия От развития Гормоны Все же гормоны Работают Роман Завис Гормоны Нет Гормоны работают Это естественно Но если гормоны работают Почему это дурная энергия Она просто Они выплеск Дурной может выйти Нет Ты так посмотрел Куда Оттуда Это Евгений Я туда Я туда Хорошо Вопрос Ты сейчас сказал Я страх Как не люблю То есть Я страх Как не люблю Драться И соревнования Не люблю Недавно мы снимали Ролик Страх Ну я помню Да Я смотрел Скажи мне пожалуйста Скажи мне пожалуйста Я там поставил Соревновательная деятельность Соревновательная деятельность Не вводим ли мы детей Людей Кого угодно В страх Все таки Это же Непонятное Что там будет Еще раз Соревнования Как средство Оно да Как средство Соревнования Как средство Именно Достижения Результатов Вот это Там нужно Более агрессивное Вот ты сказал Контрольная работа У меня сразу Вот у меня допустим Еще со времен школы Когда учитель говорил Так дети Не забудьте Завтра контрольная работа У тебя температура Был такой страх Температура Заболел Живот болит Некоторые даже У меня был товарищ Занимался со мной дзюдо А потом Куда-то там Не-не-не Куда-то там В 90-е годы Там пошел Первые бои Там были Такие смешанные Единоборства А это он Ну он потом пошел А это был Десятый класс Я помню И там Туда-завтра Типа Ну как бы Контрольная работа Перед экзаменами Да, выпускными И он Чтобы не писать Контрольную работу У него такой страх Был перед контрольной работой Он пошел Ударил рукой В стекло Порезал руку Но это ему было Менее страшно Чем контрольная работа Понимаешь Видишь Он же пошел Преодолел Тут пошел Видишь Выплеснул туда Хорошо Что он не учителю дал Да Сразу Стекло То есть Смотря как ты Об этом говоришь То есть Если ты настраиваешь Что соревнование Это страшно Да И ты должен Любой ценой Ты должен Любой ценой Принести медаль То ребенок Или любой человек Тогда думает Блин А если не будет медали У него сразу страх А что будет Как на меня посмотрят Как скажут На вопрос А помнишь Я тебе рассказывал Когда ехали Подход восточный От западного К маме К ребенку Прибежал Сто метровку Как у нас Западная Мама скажет Ты блин Сегодня первый Пришел Ты сегодня пришел А прибежал Лучше Чем вчера Но это сравнивает Тебя с собой Два подхода То есть Сравнивание с кем-то И сравнивание с собой Да Вот смотри Ты победил Вот я как говорю Ты вышел с соревнования Да У меня матешки Выигрывают Смотри Ты победил Смотри Ты вот это Вот это Исправил Вот у тебя Вот тут Вот тут Хорошо Внимательней Это будем работать А ты движ Не доработал Здесь Здесь ты Развлекся Разхорел То есть Как средство Как средство Я вспоминаю Как средство Воспитания В жизни Приходит ситуация Когда ты идешь И добиваешься Свои цели Я как сказать Вот Я для себя Вышел Такую Жизнь без цели Это как Вот ты жвачку жуешь Вкус прокончил Я ни разу Не надул пузырь Слишком Я об этом Не подумал Не видишь Ты как обогатился А я обогатил пузырь Надул Где 5 рублей Которые мы тебе дали Я жвачек купил И что Ни одного пузыря Не надул Я еще зря деньги И вот Знаешь Пояса Как вот эти соревнования Они нужны Эти нужны Просто этапы Понимаешь Как преодолеть Как вот школу Закончить Потом Знаешь Даже вот Когда ты Живешь Обычно Освоить Вот это Например Выучить Правильно Посовершенствовать Здесь Тоже ведь Этап А не просто Так Цель А если Цель нет Ты читаешь Просто книжку Вот Ну ты прочитал И дальше Что У меня Взрослая группа Есть один Ибиделся Ну понятно Он директором Встал Приходит Я говорю Вова Ты вот это Вот это Вот это Вот это Дело Ты же несовершенствовательный Он говорит Ну я такой И чё Я как-то У меня взорвало Ну как я Ни деньги Ни сего Не беру Ну черный Поиск У меня с 95 Года Ряда Я говорю Вова Ты несовершенствовательный Ты живешь Как жвачку Живешь Он Обиделся Ушел Я же не просто Специально Говорю Я хочу Как его товарища Вытащить Из этого Потому что Жизнь у меня Получилась Как его Знаешь Вот так По кругу По запросу Ну У него не было запроса Чтобы его вытаскивали Ну Если поумнее будет Придет Жалко Что бы Конечно Как товарищ Но Я могу только дать шанс Выбор Сера за человека Да Анекдот рассказать Изрителям Давайте Какой из них Свежий Только что От ученика Это Про боль Скажем так У Евгения Но Дракон сидит Такой И плачет Маленький дракон Плачет Горюет Ну Подходит Добрый молгец Или кто-то Ну ты Говорит Дракон Ну ты Чего плачешь Так Говорит Да говорит Я Говорит Это Маму съел Говорит И И чего Говорит И папу съел Говорит И кто-то Теперь после этого Сирота И плачет Я говорю Маму съел Папу съел Сирота Так и тут Евгений Тебе надо Из круга выйти Он вышел Все Где ты Иди в круг Круг хоровод Традиционная Русская забава Ну В принципе Я думаю Что на сегодня Мы Закончим Спасибо большое Хоровод Петер Большое спасибо Те кто Нас увидит В Ёжкороле Республика Мариэл Можете Непосредственно Евгению Задать вопросы Вот Там В глаза Глядя в глаза А те кто Вдруг Имеет вопросы Которые живут В других регионах Российской Федерации И за пределами Российской Федерации Вот Вы можете Комментарии Свои вопросы Оставлять Может кто-то Что-то дополнить Может На эти темы Мы немножко их Повторили Что-то мы уже снимали Но сегодня Вот с Евгением Это первый Такой репортаж Дошел Доехал До нас Вот И Так что Вот такие вот У нас истории Бывают И встречаются Люди приходят В этот уютный Дудзио Братовщина И надо сказать Не забывайте Подписываться 6 тысяч уже Есть А мы Да Праздник Праздник Это всех вас И вас поздравляем Да Мы вот уже 6 тысяч 10 Как же там У нас каждый на счету У нас каждый на счету Да И хочу еще сказать Что вот Рассказывал Что был недавно На чемпионате Пенниста России Поката И встретил Людей из Томска Которые Смотрят Вот Привет им тоже Ребята из Томска Кто смотрит Видео Канал Понят Дзюдо А оказалась У Евгения Жена И ее родители Да Из Томска Родители Родители Жены Из Томска То есть Сибиряки Да Вокруг Все До около Так что Вы там Как это Держитесь Вот Мы с вами И вы держитесь И вы держитесь Вы с нами Вот Смотрите Спасибо Спасибо Всем До новых встреч Понимайте темы Да Если есть темы Какие то пишите Точно Спасибо 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 Субтитры